Я в парк-отеле Золотая долина в Ленинградской области. Природа, деревья, лес, птички поют. А я, как всегда, готовлю, потому что это мое любимое занятие. Я сейчас приготовлю блюдо из мяса, из мяса, гриль и мясо. Это два близнеца брата, они абсолютно неразделимы между собой. Я приготовлю сейчас рибай. Вот он. Ну, рибай это по-английски, толстый край по-нашему. Это будет стейк. Но стейк будет двойной, потому что второй стейк я сделаю из цветной капусты и совмещу эти два стейка в одном флаконе. Вот это, так сказать, моя сверхзадача сегодняшняя. Ну, а и всякие мелочи, соус, что-то дополнительное. Ну, в общем, хорошая будет история, комплексная история, потому что гриль позволяет готовить абсолютно разноплановую еду. Я, прежде всего, сейчас без рук, бесконтактное приготовление стейка сейчас будет, на первом этапе, подмариную его с помощью вустерского соуса. Вот я сейчас просто так прокапаю вустер на стейк. Это очень хорошая история для стейков. Ну, я теперь сейчас переверну, прокапаю в другую сторону. Мраморная говядина, естественно. И теперь еще немного растительного масла. Потому что растительное масло даст, чуть-чуть корочку даст, маленькую такую вот. С одной стороны я сейчас прямо масло стечет и положу на другую сторону. Этот стейк будет еще, знаете, каким? Он еще будет у меня перечным. Не просто стейк будет, а стейк у меня будет перечный. Ну, пока стейк тихонечко себе маринуется, я буду готовить соус, потому что соус все-таки это очень серьезное дополнение к хорошей еде. И соус я буду готовить в воке. Снимаю крышку, удаляю серединную вставку, решеточка, которая посередине. Сейчас я сюда поставлю вок. Вот так. И в воке приготовлю простой, но очень вкусный соус. Быстро нож лук. Чищу луковицу. Все лишнее вдолой. Вот это лук. Маленькую чесночинку. Чуть-чуть. Для аромата. Я сейчас обжарю немного лука вместе с чесноком. Одновременно это сделаю. И даже добавлю туда капельку совсем жгучего. Добавлю капельку совсем жгучего перца. Вот так. Сейчас я все соединю. У меня есть такая здесь абсолютно интересная вставочка в доску. Вот видите, у меня получается уже такая досочка, из которой я буду прямо все бросать в вок. Вок у меня греется. Растительное масло. Он вот хорошо разогревается, эффективно. Бросаю, значит, лук, жгучий перец и чеснок. Вот так. Вставочку назад доску. Возьму я сейчас ложку. Здесь не будет горячо. Вот как она, вся эта история, прекрасно в луке жарится. У меня на готове сейчас есть томатный сок. Самый обычный томатный сок. Я очень люблю лично томатный сок пить. Мне тяжко сейчас его выливать в соус. Но что поделаешь. И соус будет очень хороший. Лук и чеснок не должны гореть. Они должны вот так вот чуть отдать свой аромат маслу и жгучий перец. Все и достаточно. И наливаем прямо томатный сок. Томатный сок. Коричневый сахар. Очень хорошая история. Чуть-чуть коричневого сахара. Немного соли. Тот же самый вустерский соус. Потому что мне этот вкус сейчас очень важен еще и в соусе. Соус можно назвать кровавой мэрии. Потому что томатный сок и вустерский соус – это самая база безалкогольной части кровавой мэрии, между прочим. Известного коктейля. Вустер. Немного черного перца прямо, горошинок. Сейчас я посмотрю, что здесь получается. Получается прекрасно. Попробую соль, сахар. Отлично. И теперь завершающий штрих. Все соусы любят сливочное масло. Я беру чистую ложку. Беру вот такой хороший кусок масла. И отправляю его прямо в сферу кипения соли. Масло делает соус таким, знаете ли, бархатистым, нежным, более нежным. Дает ему густинку. Нежным я имею в виду по консистенции, а не по вкусу. Вот и получился хороший соус, который я сегодня называю кровавой мэрии. Ну что ж, иди сюда, моя кровавая мэрии. Я тебя пока поставлю в сторонку. И ты будешь ждать своего часа. Тем временем я верну сейчас решетку на место. Превращая опять свой гриль уже в полноценную историю. Вот так. Это американский Вебер. Накрываю крышку, чтобы здесь сейчас саккумулировать тепло. Сейчас пойдет вскачок температуры вверх, потому что этот гриль имеет сферическую форму. Это самая эффективная форма для того, чтобы сохранять тепло при определенном объеме и площади поверхности. Более того, внутренняя поверхность крышки и чаши, они блестящие. Они отражают тепло, аккумулируя это самое тепло внутри самого гриля. Ну вот, сейчас как раз я поднимаю температуру, потому что мне нужно жарить уже стейки. Я возьмусь за святое. Я берусь за цветную капусту. Я сейчас из нее вырежу стейк. Только я сейчас возьму такой большой мощный нож, потому что качан весьма плотный нож. Я сейчас войду ножом в эту цветную капусту, прорезая голову вот так вот. И сейчас я отрезаю из центральной части вот такой красивый срез, посмотрите. Вот это и будет стейк. Листики мне не мешают, но если я могу немного подрезать, то да. Посмотрите, вот это будет стейк из цветной капусты, а это уже стейк из мяса. Я получу сегодня два стейка в одном флаконе, один из которых будет гарниром, как вы понимаете. С этим стейком я ничего делать не буду. Я разве что возьму кисточку и смажу его. Не буду сейчас я допускать контакт от доски с маслом. Я сделаю вот так на фольге. Просто промажу его растительным маслом. С двух сторон. И сейчас я промажу его с другой стороны. Есть. Вот теперь я этот стейк начну жарить, начну жарить с капусты. Начну жарить я с капустного стейка. Сейчас я открываю крышку. Стейк на лопатку. И он уходит на решетку. Сразу же закрываю крышку. Вот это уже будет интересная история. А пока у меня начал жариться стейк из капусты, я немного продолжу работу со стейком уже из мяса. Мне нужно его немного приправить. Я хочу это сделать с помощью черного перца. И сделать так называемый, на самом деле, перечный стейк. У меня есть черный перец. Он здесь в основном целый. Я сейчас его должен раздробить. Я сейчас его вот так положу на доску, через пергаментную бумагу. Закрою пергамент. Подработаю немного края, чтобы он отсюда не вываливался. И обычным молотком для мяса разобью его. Свежайший дробленый перец у меня получится. Шарахнует. Вот у меня получился свежедробленый перчик. Теперь я оставлю его на бумаге вот так. Надену перчатки. Потому что без перчаток тяжко, поскольку я не хочу, чтобы руки контактировали с сырым мясом. Перечный стейк непростая штука, потому что надо понимать, а где же его перчить. А вот где? А вот где? По бортику. Тогда перец не будет гореть, контактируя с грилем. Перец будет нагреваться мягенько, не сгорит и даст прекрасный аромат стейку. Видите? Бортик. Я могу снять перчатки и проведаю-ка я сейчас стейк из цветной капусты. Жарится, мой хороший. Сейчас я его переверну. Посмотрите на это, боже мой. Это какое-то счастье. Вот этот запах чуть-чуть припаленой цветной капусты, он настолько привлекательный, вот серьезно для человека, что вы даже себе не представляете это. Могу немного посолить уже, потому что уже требуется в поджаренной стороне немного соль. Соль. И отправляемся-ка мы снова на жарку. Ну что ж, я сегодня хочу еще взять дополнительно вот такой жгучий перчик, поджарить просто так на гриле в качестве дополнительного гарнира. Два перца, вот этот жгучий и вот этот дадут очень неплохую комбинацию. У меня сегодня есть еще намерение поджарить бекон. Как вы понимаете, бекон это будет очень неплохо. И сделать еще такую, знаете ли, финтушами. Сделать еще... Вот что сделать. Использовать этот продукт. Яйцо. Ну, есть такая классика стейк яйцом. Бифштекс с яйцом. Только тогда бифштекс всегда был рубленым. А я сейчас хочу использовать яйцо. И в качестве, так сказать, сковородки, в которой я буду жарить яйцо или запекать, я использую сладкий перец. Ласточка. Хороший очень перчик, ароматный. Я сейчас сделаю вот так. Срежу ножку. Ложкой аккуратно уберу здесь семена. И уберу перегородки. И получу я вот такую нишу, где со спокойной совестью, где было масло, это не страшно, запеку яйцо. Вот я сейчас, так сказать, убираю перегородки для работы с перцем. Стейк из цветной капусты. Значит, смотрите. Сейчас вот его обе стороны. Сейчас я сдвигаю его на более мягкую зону. На зону, которая не так сильно нагревается. И мой стейк из цветной капусты будет доходить до нужной готовности. Я пока прикрою опять гриль. И сейчас сделаю небольшую страховку для своего вот этого перчика, который будет вместе с яйцом. Значит, смотрите. Я сейчас вот так его одену в каркас из фольги на всякий случай для сохранения, так сказать, формы. Видите, я его как бы закрепляю. Делаю такое гнездо из фольги для перца. И сейчас сюда вот так вот выбиваю яйцо. Это у меня будет такая съедобная тарелочка для яйца. И поставлю тоже на не сильно нагретую зону, в не сильно нагретую зону в гриль. Пусть эта штука потихоньку работает. Вот так. И вот этот вот самый сладкий перчик, это жгучий, вернее, перчик, тоже поставлю пока на не сильно нагретую зону. Вот так. И пусть все немного сейчас прихватится тепло. Напомню, что я сейчас готовлю блюдо, которое я назвал для себя двойной стейк. Из цветной капусты и рибай, то есть толстый край. Это будет два стейка в одном флаконе, овощной и мясной. Ну, с некоторыми другими дополнениями. Теперь я сейчас отделю ломтики бекона, чтобы они были вот так вот такими отдельными полосочками, чтобы мне были... Значит, мне три полоски вполне достаточно. То есть беконом, я вам скажу, друзья, злоупотреблять нельзя. Вот в комбинации со стейками, потому что слишком много бекона, это уже будет как-то уводить на сторону свинины. А все-таки стейк классический, это блюдо из говядины. Поэтому я сейчас вот так вот тихонечко тоже притомлю, притомлю на не сильно нагретой зоне бекон. Вот так. Ну и теперь, сейчас я чуть подниму температуру для того, чтобы подготовить уже гриль для агрессивного приготовления стейка из мяса. Потому что моя задача очень сильно обжарить его с обеих сторон, чтобы запечатать его, обжечь его, чтобы из него не тек сок, который и обеспечивает сочность и мягкость стейка. Поэтому сейчас, благодаря своей форме и особенностям конструктивным, гриль накапливает тепло. Стрелочка термометра потихонечку начинает уходить в сторону увеличения температуры. Я еще немного жду и поставлю сейчас стейк для жарки. Я буду подавать его сегодня на доске, потому что стейки часто подают на доске, но это удобно подавать на доске. Я подготовлю сейчас доску. Сейчас, да, это будет у меня уже подготовка к подаче стейка. Я сейчас подготовлю кусок фольги для одного технологического трюка, который я вам сейчас покажу, для жарки стейков. И теперь уже поехали. Я сейчас попытаюсь быстро положить стейк на решетку гриля, чтобы быстренько его открыть и закрыть, чтобы не потерять в нем температуру. Я сейчас прямо вот так вот помогу себе вилкой стейк положу на лопатку. Красавец! И сейчас так быстро, раз-раз-раз, быстро, чтобы не терять тепло, вот так снова прикрыл. Все, поехали. Сейчас стейк будет обжигаться с одной стороны, или, как говорят стейковеды, запечатываться с одной стороны. Никакой соли, никакой соли, потому что это категорически плохо, солить стейк, в особенности на сырой стороне. Но я сегодня посолю его вообще в самом конце, когда он уже будет готов. Я сейчас немножко уменьшу кислород, потому что когда жир капает, а мясо у меня мраморное, когда жир капает на угли, при большом количестве кислорода внутри гриля, жир загорается. Мне сейчас не надо, чтобы он загорался, поэтому я сейчас уменьшил кислород, чтобы там не было его много. И заодно гриль будет, стейк даже будет немножко, так сказать, подкапчиваться за счет собственного ресурса. Ждать нужно недолго, потому что стейк можно, так сказать, обуглить очень сильно с одной стороны. Поэтому я сейчас открою гриль. Вот. Здесь красота у меня. И посмотрю, чуть-чуть посмотрю. Да, кстати, он уже неплохо обжегся. Я переворачиваю. Посмотрите, какой рисунок. Прекрасный рисунок у стейка. Я сейчас могу немного поджечь жгучий перец рядом со стейком, чтобы он тоже обуглился, и даже чтобы у него, наверное, лопнула кожица. Это хороший признак для поготовности уже жгучего перца. Значит, пока все у меня идет хорошо, я только сейчас боюсь упрестить вторую сторону, чтобы у меня все было классно. Сейчас добьюсь вот такого же хорошего рисунка на второй стороне. И покажу вам трюк, который очень важен для приготовления стейков вообще где бы то ни было. Поднимаю крышку. Я сейчас посмотрю на рисунок. Да, прекрасный рисунок. Перчик уже подпекается. Видите, что я делаю? Я сейчас стейк спрячу этого красавца на время. Я вот так поставлю яйцо в перцы, немножко ближе к центру, чтобы уже здесь более эффективно все готовилось. Так вот, я сейчас стейк запеленаю в фольгу. Я после агрессивного обжигания стейка должен дать ему отдохнуть, так сказать, его переспределить в нем соки, сделать такое перераспределение внутренних таких еще кровяных соков, чтобы они равномерно распределились, и чтобы потом из стейка не текла кровь, хотя он будет оставаться полусырым или полуготовым, так как это принято готовить, быть со стейками. Это еще дополнительная фольга, чтобы лучше, так сказать, запеленать стейк. Сейчас он будет отдыхать у меня минуты две. Но я его положу сейчас в теплое место на гриле, а именно вот на большой диаметр. Вот так отдыхать он будет у меня на гриле. А я тем временем переверну бекон, потому что бекон у меня уже очень неплохо подпекается здесь. Вот так. Бекон тоже буду чуть-чуть его в сторонку, чтобы он не нагревался сильно. И перчик с яйцом сейчас у меня тоже запекается. Все идет прекрасно. Моя задача сегодня сделать так, чтобы, ну, более-менее все одновременно было готово. Поэтому я сейчас сделаю еще одну штучку. Я беру маленький кусочек чеддера и на рабочей доске нарежу так вот тонкие ломтики этого сыра. Он мне сегодня еще тоже пригодится. Проверю бекон, потому что он тоненький и есть у меня риски с ним потенциальные. Вот бекон я могу уже вот так вместе собирать. Он уже очень и очень неплох. Еще немного подержу и могу пока поконтактировать с стейком из цветной капусты. Я его сейчас вот так вот переверну опять на теплом месте, чтобы он здесь равномерно готовился. Жгучка у меня уже хорошо подпеклась. И теперь мне остается только немного подождать, чтобы на высокой температуре подпечь яйцо. Открываю вебер. Теперь я немного сейчас поработаю опять со стейком. Он отдохнул у меня. Я теперь его сейчас опять раздену. Закрываю гриль. Раздеваю стейк и верну его опять на центр. Самое мощное тепло. Стейк уже отдохнул. Вот сейчас я его на лопатку и возвращаю на нагрев. Ну, теперь остается только чуть подождать, чтобы стейк дошел до ума и чтобы еще схватилось яйцо. Оно уже вот-вот схватится. Проверю бекон. Бекон уже готов. Бекон полностью готов. Я сейчас его вот так вот пока положу на стейк из капусты, потому что мне это, собственно, и надо сделать. Перчик. Сейчас я переверну мясной стейк на другую сторону. Вот у меня уже образовалась такая решеточка на поверхности. Опять закрываю вебер родной крышкой и все. Мы уже буквально в одном шаге от от результата приготовления двойного стейка. Я, собственно, сейчас его, наверное, соберу. Причем соберу я его прямо на решетке гриля. Сборка. Вот у меня, как видите, стейк из цветной капусты. Я сейчас сюда вот так вот распределю бекон, потому что как раз бекон должен лечь на цветную капусту. на бекон или немного в стороне я кладу сейчас кусочки ломтики сыра чеддер. Неплохой будет двойной стейк, правда? Вот. Посмотрите, что у меня сейчас есть. Так. Ну, а вы уже поняли, что теперь я буду вертикально укладывать на этот стейк из цветной капусты стейк из мяса. Да. Это не стейк, это, по-моему, счастье любого повара. Вот сейчас я дам, чтобы уже у них был изгиб в одну сторону. Вот что я сейчас делаю. Укладываю вертикально вот так вот стейк на стейк через беконный сыр. И сейчас я его еще немного уже в целом вот так вот подпеку все вместе. И, как вы понимаете, за счет сыра вся эта история склеится. И у меня будет шикарное вообще блюдо абсолютно самодостаточное и которым можно наесться получить и хорошую полезную цветную капусту и белки мяса и молочный белок сыр и немножко свининки там даже будет. Понимаете, как? Будет абсолютно сочно и еще яйцо. Яйцо. Бештек с яйцом. Что может быть лучше для мужчины на свежем воздухе? Все. Все. Теперь важно мне быть аккуратным и донести эту конструкцию до доски. Вот я сейчас бережно-бережно вот так вот положу двойной стейк на доску. Яйцо пусть пока еще вот здесь полежит. жгучий перчик. Посмотрите на него. Вот так я его сейчас прислоню. А погрею соус. Я могу еще понять, где соусом заниматься. Вот. Будет разогреть соус. Теперь яйцо. Я сейчас раздену на рабочей доске раздену яйцо. Я уже уберу вот этот вот каркас из фольги. И вот у меня получилось запеченное с жидким желтком. Вот как положено так сказать есть яйца. Вот так положу сюда еще и яйцо в перчике запеченном. Веру соусник и теперь прямо у гриля ложка наполню соусник вот этим вкусным пикантным соусом. Теперь я его протру. Вот так. И я обещал посолить. В самом конце посолить стейк потому что я его не солил это стейку вредно. Сюда я могу положить чуть-чуть еще для понту вот так зеленого салата чтобы как раз заполнить вот этот промежуток между соусником и стейком. салат тоже не помешает он придаст сочность так что друзья смотрите я сейчас на свежем воздухе на хорошем гриле приготовил я считаю что очень хорошее блюдо двойной стейк из цветной капусты и рибая с различными дополнениями попробуйте сделать хотя бы что-то одно хотя бы один стейк и вы получите полнейшее удовольствие я при этом пожелаю вам успехов и приятного аппетита а